Приветствую вас! Вы задаёте такой достаточно важный вопрос, вы задаёте такой достаточно серьёзный вопрос, а хотите, чтобы мы вам ответили одним ответом, я так подозреваю, вот, не зная при этом вашей всей ситуации, всей вашей истории и так далее. Мне кажется, что это крайне, ну, крайне обесценивающая такая ситуация, вот, крайне сужающая, реальное положение вещей, вот, поэтому мой ответ будет, наверное, наверное, мой ответ будет таким, максимально общим, да, вот, но всё же есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. В первую очередь, в первую очередь, важно понять, вы хотели или нет развода, в принципе. То есть, если вы не хотели развода, что это одно, конечно, вот, в таком случае, мне кажется, нужно определить, что именно вы потеряли, и выработать для себя стратегию того, как можно это получить. То есть, как можно восполнить то, что вы потеряли. не всегда это просто, к сожалению, не всегда это легко, но разобраться с этим совершенно точно можно и нужно, на мой взгляд, потому что без этого вы не сможете двигаться дальше, ни в коем случае. Вот. А в случае, если вы были за развод, вот, то в таком случае нужно вам определить для себя, в чём сложность, как бы. Вот. То есть, в чём сложность непосредственно, вот, переживание развода вам здесь и сейчас, соответственно. То есть, мне кажется, что данный аспект был бы весьма-весьма важным для вас. Ага. И в зависимости уже от того, что для вас значит развод, в зависимости от того, что он, что, какой вывод вы делаете из того, чтобы развиниться для, допустим, себя. Вот. Ну, соответственно, в зависимости от этого можно будет уже, значит, дальше что-то делать. То есть, можно будет в дальнейшем какие-то вот аспекты корректировать и развивать. Вот. Вот. Но, пока что, пока что, пока вы не определились с тем, в чём конкретно трудность развода, что это будет пальцем в небо. Все рекомендации будут пальцем в небо. Потому что непонятно, как и что вам делать нужно, чтобы пережить. То есть, на самом деле, на самом деле, понимаете, вот сама идея переживания, то есть, вот то, что вы переживаете развод, хотите пережить его, говорить о том, что, вероятно, вам не очень хочется исследовать опыт, который вы получили в результате развода. Потому что есть вещи, которые привели к тому, что вы развелись. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, любой развод это травма, то есть, это разрушение привычных причинно-следственных связей в восприятии мира вами, окружающего мира в том числе. И, конечно, обязательно вам требуется помощь специалиста, если это тяжело, если вам это тяжело даётся. Вот. Значит, отвлечение, то есть, ну, обращение своего внимания на какие-то другие вещи, там, работа, учёба, там, спорт, хомби. Это в качестве только облегчающих моментов, в качестве, так скажем, только вспомогательных средств можно использовать, но ни в коем случае, ни как основное, ни как основное направление, ни как основное средство. Вот. Потому что проблему подобные вещи, то есть, подобный подход не решают. Вот. Таким образом, нужно сказать, что именно переживать развод не нужно. Переживать развод не нужно. Важательно раскрыть, вот, те моменты, которые вас беспокоят. Именно раскрыть эти моменты. И выработать к ним, может быть, своё отношение так, чтобы вас, ну, чтобы вас это не беспокоило, чтобы вы принялись, чтобы интегрировали этот опыт в свою психическую организацию. Вот. И тогда вы не повторите ошибку. То есть, следующий брак, который у вас обязательно будет, да, вы его уже будете выстраивать на совсем, совсем других основаниях, на совсем других основах. И к этому, к разводу уже ничего не приведёт. Вот. Такая вот история. Так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что это было полезно. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!